Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии среды. Как и всегда, анализируем события фундаментального характера и смотрим, как они повлияли на динамику ключевых основных финансовых инструментов. Сегодня нас ожидает довольно интересная торговая сессия, поскольку мы с вами будем работать с американской статистикой по рынку труда. Повторяю, что ADP это та же самая репетиция перед выходом официальных данных по Non-Farm Perls, как, например, отчет API перед выходом данных о изменении запасов уже от администрации энергетической информации. После статистики из США сфокусируем свое внимание на данных по Канаде, а точнее по решению процентной ставки. Всю неделю я говорю вам о том, что сейчас очень хорошая возможность поверить в то, что последние самые плохие макроэкономические данные, они, в принципе, вынудят Банк Канады не предпринимать ничего в плане изменений и коррекции текущего денежно-кредитного курса и уж точно не замышлять ничего, связанного с ужесточением монетарной политики и ростом процентных ставок. Соответственно, мы видим развитие мощного восходящего движения по паре доллар-канадец. Я думаю, что сегодня это восходящее движение потенциально будет продолжено. И как ранее было обозначено, мы вправе ориентироваться на цели по паре доллар-канадец в районе отметки 1.35. Соответственно, будет ли это конечной точкой, куда сейчас пытаются добраться быки по американскому доллару и продавцы канадца, неизвестно. Но то, что у нас сформировалось по экономической конъюнтуре в последние недели, позволяет говорить, что потенциал восходящего движения еще сохраняется. И также, конечно же, сегодня традиционный для среды релиза по нефти, отчет от администрации энергетической информации по запасам и объему нефтедобычи. Важная статистика, кстати говоря, то, что мы сейчас по нефтянке продолжаем оставаться в районе 65 долларов за баррель, может быть отчасти заслуга вчерашнего релиза от Американского института нефти, который сообщил о том, что запасы выросли на 7,2 миллиона. Я бы не стал ручаться и говорить о том, что корреляция между американским институтом нефти и его данными с статистикой от администрации энергетической информации очень высокая. Но у нас есть уже опыт, друзья, за последние месяцы, который позволяет говорить, что какой-то процент этой корреляции выдерживается. Поэтому, если сегодня в итоге мы увидим данные, которые могут отчасти совпать с данными от АПИ, возможно, у котировок нефти все-таки будет повод показать нам волатильные торги и, может быть, даже пободаться за уровень поддержки 65 долларов за баррель. Но в целом не расстраивайтесь. Я считаю, что этот уровень пока что выдержит потенциальный натиск продавцов. И пока котировки держатся все-таки выше над этой планкой, я уверен, что мы смело можем ставить на возможность отработки того сценария, которым руководствуемся, в принципе, уже на протяжении нескольких недель. Все-таки хочется увидеть котировки нефти повыше, поближе к планке 70 долларов за баррель. Если сейчас попробовать оценить фундамент краткосрочный и долгосрочный, мы все-таки придем к выводу о том, что, наверное, на краткосроке факторов поддержки больше. Долгосрочные – это медвежьи факторы, мы к ним еще вернемся. Но я думаю, что у нас еще будет для этого время, но не сейчас. Давайте теперь, друзья, чуть подробнее по ключевым финансовым инструментам. Раз уж мы так ушли по ожиданиям того, какие цифры выйдут от администрации энергетической информации о нефти, вот этим инструментом мы продолжим. В частности, почему сейчас все-таки прессинг на этот актив сохраняется, как я уже отметил, это, скорее всего, следствие выхода данных от Американского института нефти. Может быть, участники рынка немного запереживали за перспективы глобального экономического роста после того, как Китай вчера пересмотрел темпы восстановления национальной экономики, снизив их до 6%. Раньше, в частности, выдерживался прогноз 6,5%, но сейчас Китай решил определить диапазон экономического роста 6-6,5%. То есть, допускается, что экономика может просесть до 6%. Это худшее значение за последние 30 лет. Хочется немного остановиться на этой теме, поскольку очень важно, чтобы вы видели глубинные риски, которые стали причиной вот этого затяжного оспада экономики Поднебесной, ну или, по крайней мере, увядание темпов ее роста. И ни в коем случае не нужно связывать проблемы Китая сейчас только лишь с торговым конфликтом США, потому что проблемы Китая начались гораздо раньше, до того, как мы сфокусировались на теме отношений неприятных и непростых между экономикой Китая и США. В частности, на мой взгляд, основная проблема была связана с тем, что экономика Китая выяла все свободные ресурсы, которые образовались в результате демографического взрыва. Это ресурсы на протяжении нескольких десятилетий обеспечивали экономику крайней дешевой рабочей силой. Сейчас ситуация меняется. Очень я доверяю прогнозу одного исследовательского агентства. Я несколько месяцев вам подробно рассказывал о нем. Так вот, уже к 2025 году население Китая пойдет на убыль, друзья. И, возможно, к 2045 году оно будет сопоставимо с уровнем населения 1990 года. Поэтому, на мой взгляд, проблемы Китая, они, к сожалению, будут только усиливаться. И мы видим, несмотря на все меры экономического стимулирования, последний шаг китайских денежных властей, который предполагает снижение налогов, это явное доказательство того, что полят, в прямом смысле, из всех орудий, чтобы поддержать экономику, но не получается. Поэтому Китай – это долгосрочный, безусловно, фактор, который мы будем использовать через определенное время, друзья. Фактор, который ляжет в основу затяжной, возможно, долгосрочной идеи, предполагающей снижение котировок черного золота. Еще один фактор поддержки – это вчерашнее сообщение Ливии о том, что фактически уже скоро будет возобновлена работа одного из крупнейших месторождений Эль-Шарара, которое, к моему удивлению, признаюсь, я этого не знал, было закрыто с декабря. Я думаю, что все-таки работа на нем продолжается. Оказывается, нет. И потенциально на рынке может оказаться дополнительно 300 тысяч баррелей, что снижает эффективность усилий стран ОПЕК по сокращению нефтедобычи. И снова вырисовывает проблемы того, что не все так радужно в плане перспективы восстановления баланса на рынке углеводородов. Это в моменте, друзья, данные, которые оказали влияние на настроение. Но пока что не будем торопиться с выводами. Все-таки мы помним, что страны ОПЕК активничают по дальнейшему сокращению и снижению нефти добычи. Я допускаю, что ливийская тема все-таки отчасти даже преувеличена. Но какие 300 тысяч еще? Я уверен, что в каком-то формате это месторождение ранее функционировало. И, разумеется, мы ожидаем, что, как по прогнозам было сказано от ОПЕК, уже в следующем месяце, точнее в этом месяце, анализировать мы будем через месяц текущий марта. Добыча нефти только в Саудовской Аравии дополнительно может просесть на 500 тысяч. Этого будет более достаточно, чтобы вернуть на рынок оптимизм, о котором я говорил ранее. И пока что все-таки еще цепляться за идею того, что нефть может получить базу для последующего роста. Ну и очень многое будет зависеть сегодня от данных по запасам. Я думаю, что какой-то сюрприз все-таки последует. Несмотря на обозначенную уже степень высокой корреляции между релизами, они могут и очень сильно разниться. Если сегодня мы увидим все-таки данные по снижению запасов, это, конечно же, станет локальным фактором поддержки. Не забывайте, друзья, также и про технику. Уровень 65 смело можно называть важным. И пока мы за него боремся, как раз подстегивая нашу идею роста, еще и фундамента. Дальше доллар-иена 111.80. Торги вялые. Это явно указывает на то, что рынок в поиске каких-то новых драйверов всех поддостала тема отношений США и Китая. Может быть, даже все уже поверили, что это соглашение уже достигнуто. Но я думаю, что на этой теме уже мы из ряда выросли. Поэтому я не думаю, что она впоследствии будет оказывать какое-то реальное воздействие на инструменты. Однако вот если все-таки придут сообщения негативного толка, на что я делаю большую ставку и все осознают, что соглашение, может быть, и было близко, но в итоге на него не удалось выйти. Вот распродажи будут уже куда более значительными по доллару. Еще один момент, на который можно сделать акцент, это то, что участники рынка не могут определиться с тем, все-таки хорошая или плохая статистика по Штатам публикуется в последнее время. Потому что даже вчерашний день две оценки индекса активности в сфере услуг, и они очень сильно отличаются друг от друга. Если оценка маркета, мы увидели, что показатель оказался хуже прогноза 56, против прогноза 56,2, то уже оценка АСМ была совершенно другой, гораздо лучше 59,7 со 56,7. По поводу того, что к статистике по Штатам много вопросов, я также уже, друзья, говорил очень много, не забывайте про это. Не забывайте, что доллар активно реагирует на доходности американских облигаций, а те, в свою очередь, ведутся на настроение трейдеров относительно ужесточения монетарной политики. Вот последний прогноз Морган Стэнли, которые сейчас встали на нашу сторону, скептиков, скажем так, ФРС, в этом году только единожды поднимет процентную ставку. Я считаю, что это еще одно доказательство мягкой политики Федрезерва, которая сохранится таковой, и это может быть использовано, опять же, для того, чтобы сохранять, удерживать короткие позиции. И еще один фактор, друзья, это вот выход Трампа со своими словесными интервенциями, тоже мы уже в начале недели говорили об этом. Я просто связываю то, что связываю его о комментарии по поводу дорогого курса доллара, своего рода с тем уровнем, который был достигнут в тот момент. И мне кажется, что вот по доллару и иене это относительно вот такой рубеж 112 иен за доллар, которого мы можем ориентироваться, полагая, что пока что это локальный хай. И выше доллар, если заберется, то на каком-то сверхневероятном позитиве. Американский фондовый рынок снижается, друзья, 2783 пункта по S&P у нас на текущий момент, опять же, отчасти это связано с тем, что участники рынка выжили из фона, связанного с соотношениями США и Китая, все, что можно было. Негатив добавил ухудшенный прогноз по экономическому росту Китая. И, конечно же, сейчас рынок ждет дополнительный катализатор. Впереди у нас Non-Farm Perils. Если они разочаруют, я допускаю это вполне, то, конечно же, на американскую фонду будет оказано еще большее давление. Евро против доллара снижается. В принципе, очень хорошее, правильное и нужное на продавцам динамика сейчас по всем рисковым инструментам. Евро, фонд австралийца, все идет вниз. Евро 1.12.95. Участники рынка готовятся к заседанию Европейского центрального банка. Собственно, уже завтра. Я абсолютно уверен, что ЕЦБ в лице Марио Драги пересмотрит прогнозы экономического роста инфляции в сторону снижения. Это приблизит нас к анонсу нового раунда долгосрочного рефинансирования ТЛТРО, что будет доказательством еще одним мягкой экономической политики и, скорее всего, определит новую базу, которая раньше присутствовала в не таком формате для еще большего ослабления курса главного валютного риска. Цели, друзья, 1.10 и 1.11, они пока выдерживаются. Фонд против доллара 1.31.32. Вчера вроде бы как хотел получить поддержку британец на неплохом и, что довольно странно, отчете по активности в сфере услуг 51.3 с 50 с небольшим, хотя прогноз предполагал, что индикатор окажется ниже 50. Но все-таки тема с Брекзитом не отпускает. И новости, и, точнее, очередные комментарии от Карм, то, что английскую экономику ждет, скорее всего, реализация шокового сценария, страшных экономических последствий, вернули участников рынка к идее того, что жесткий Брекзит по-прежнему вероятен. Не забывайте про это, даже если вы верите в возможность продления выхода Англии из состава Европейского Союза. Это отнюдь не то же самое, что договоренность парламента с правительством. Это разные вещи, и, скажем, второе не вытекает из первого. Продлить-то они могут, но не факт, что договорятся. Я склонен не верить в слабый фунт. Рекомендую вам придерживаться такой же позиции. По австралийцам, друзья, мы совсем близки к нашей цели. 0,70 рукой подать уже, 0,70, 28 сейчас котировки, может быть, даже еще снизились. Австралийцы отреагировали таким образом слабостью на плохие отчеты по темпам экономического роста, в частности, в квартальном выражении 0,2 с 0,3, в годовом 2,3 с 2,8. Очень печальная статистика, которая оправдывает комментарии Филиппа Лоу, сделанные еще до выхода этих данных, о том, что спад продолжается, и Резервная банка Австралии подумывает пока что кулуарно, но все-таки о дополнительном снижении процентной ставки. Вот вам, пожалуйста, и реакция оправданной австралийца. Нам нужна, друзья, цель 0,70. Мы ее делаем и спокойно, собственно, выходим искать уровни дальше. Доллар канадец уже в двух словах сказал. 1,3368 сейчас 130 пунктов до цели 1,35. Сегодня Банк Канады нам в этом может помочь. Я не могу даже представить сценарий, чтобы после последних данных по экономическому росту инфляции Банк Канады позволил себе говорить о росте процентных ставок. Этого не будет. Сегодня нас ждет мягкая риторика, и, я надеюсь, друзья, логичная реакция канадца. Поэтому сохраняем длинные позиции до той цели, которую я обозначил. На этом все. Большое всем спасибо за внимание. Хорошей торговой сессии. До завтра. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует.